современную историю россии посмотрим все события исторически в цитноте проходит чемпионату мира подготовка идет виде как вроде уже через два года еще стадион не построен мы понимаем что все успеется к олимпиаде помните до последних дней все строилось и подстраивалась поэтому всегда так бывает срок короткий но нужно правильно планировать свои усилия и скорее всего я уверен что планы заявлены лишь не такие уж большие там всего-то несколько объектов и конечно они должны быть и будут воплощены я так думаю что строить то точно будет челябинские фирмы потому что сделать здесь стройку такого всероссийского масштаба наверное скорее всего и нужды даже нет потому что строительный комплекс у нас очень сильный и сейчас в нынешнее время он вообще не дозагружен потому что спад на рынке недвижимости строительной мощности вообще в принципе простаивает поэтому потому что здесь вообще не нужно даже и ожидать прихода иногородних строителей уж тем более иностранных у нас у нас же заявлено 24 объекта которые будут переформатированы практически со всеми этими застройщиками ознаком и по некоторым знаю что они точно заходят в эти проекты например игорь терновский со своими двумя зданиями он точно будет строить у них реализует и нынешняя вот ситуация когда город помогает решить например вопрос публичным слушание там с изменением зонирование территории для всех это очень большой такой плюс ну что касается вот шосса то конечно надо отдавать себе отчет что это разовое мероприятие которое в принципе должно быть стартом для изменения города но которое не должно быть там от начала до конца и больше ничего не случилось в нашей жизни то что планируется сделать достаточно ограниченные решения например то возьмем набережную там буквально один километр а в набережной у нас по каждому берегу 13 километров что-то пойдет под нужды конгресс-центра и даст какое-то начало для может быть там модернизации реконструкции там достаточно обиджавшей части города давайте посмотрим набережная ведь у нас начинается шишневской плотины это весь северо-запад здесь то не надо смотреть на шосс нам нужно смотреть на то как создать хорошие инвестиционные привлекательные проекты которые без этих событий начнут генерировать и финансы и должны генерировать улучшение что касается вот была дискуссия что это в итоге будет квартиры либо апартаменты мэр города заявил что вообще потом переформатируется в жилье эконом-класс скорее всего не так потому что есть очень много причин называются целый ряд причин почему нельзя гостиницы перевести в обычное жилье понимание сложности с самой постройкой с потом модернизация под жилье требования особые к номерному форму фондовести гостиницы там технические пожарные другая налоговая система для жилья не жилья поэтому скорее всего все это на рынок потом выйдет либо как сейчас планируется гостиницами так они останутся какие-то из них либо некоторые будут проданы как пригодные нежилые помещения для жилья которые в обиходе называются апартаменты сложность апартаментами единственное что кроме одного пожалуй знакового объекта это загородного в челябинске у нас пока нет практики продажи апартаментов риэлторы не обладают навыками как продавать люди не знают как покупать потому что это сопутствующие программы в том числе ипотечной поддержки которых для нежиления и об этом бизнесу который будет реализовать как раз таки нужно думать и включать свой бизнес проект бизнес-процесс смотрите с точки зрения градостроительства во первых когда речь идет о нежилых помещениях они не нагружаются требования со стороны градостроительных но проектирования и социальной обеспеченности не нужно школ не нужно там детских садов они не должны располагаться в зонах с оговоренным функциональным зонированием их можно как таковые помещения проектировать всем по-другому там другие требования к эвакуации к инсоляции то есть можно вообще все помещения невзирая на вот эти нормы проектировать и получать уникальные почему например самые расхожие апартаменты получается из переделанных заводских помещений редевелопмент потому что другие нормы и получается интересные вещи совсем интересные вещи плюсом ко всему вот из-за отсутствия социальной нагрузки в принципе потенциально эти помещения должны быть дешевле продаваться то есть минус 20 процентов где-то обычно в практике они получаются дешевле код совокупность того что привлекательно более привлекательная цена плюс более интересные архитектурные решения более интересные решения планировочные как квартир так и самих микрорайонов и они располагаются это добавляет интереса покупатель ну сказано мной например отсутствие доступных инструментов поддержки то есть ипотечного это такой минус вот плюс минус в этом плане где-то застройщики должен преподносить апартаменты риэлтор тоже должен с этим обходительно вести диалог клиентам рассказывая все там преимущества когда они будут продаваться но опять же говорю что это бизнес-процесс в него все должны строить привести например положительный пример что земли которые будут развиваться там рядом с икеи икея послужила очень хорошим катализатором для того чтобы развивать территорию вокруг нее расположены вообще когда приходит хороший такой интересный игрок пусть даже это будет ритейлер он на себя берет обязательства решения инфраструктурных проблем которые без него решить не могут то есть завести туда какие-то сети и потом на эти сети должны да да все повиснут но повиснуть паразитически это не интересно развиваться совместно вот с этим проектом это будет здорово я думаю что вот первая ласточка которую скоро будет это тот проект который должен проекты который должен возникать в той стороне куда куда пришла реки и скорее всего не скорее всего а точно это будут проекты нового качества новой формации и нового предложения для челябинцев челябинцы готовы я не найду в нашем городе ни одного человека который скажет мы не готовы жить хорошо мы не готовы жить лучше все готовы жить хорошо докажет это может может быть наоборот хорошо что у академы сейчас случились временные проблемы и наступила пауза в течение которой нужно подумать сейчас академа нужно реализовать обязательства которые взяты на себя перед существующими дождиками и подумать о том как заходить в новый проект то есть набережная как называемый там южный академ это же новый проект на как по которому пока они не обременны такими обязательствами возможно что вот эта остановка как раз и позволит подумать как развиваться а власти предложить новое решение например смотрите 80 процентов населения земли живет 20 минутный доступа от воды мы живем в континентальной части россии поэтому у нас конечно нет моря но у нас вода в другом плане у нас есть реки и озера и мы входящие вот в этот процентаж людей также точно ее ценим воду вода и лес это по сути две идеальных составляющих для успешного девелопмента и игнорировать наличие воды это с точки зрения бизнеса конечно не очень правильно такая ошибка поэтому если сейчас придет застройщик который будет строить этот южный академ новый либо старый застройщик который сейчас терпит какие-то неудачи в плане бизнеса я уверен что он пересмотрит свое отношение вот к тому жемчугу который у него находится в руках и которым просто не ценят да там нужно набережно да там нужно набережно который будет привлекать людей и эти люди должны создавать там такое общественное так скажем ауру такой блага эти люди должны жить в этих домах и эти дома должны получать добавленную стоимость от того что они находятся у воды у развитой набережной вот не просто повернуты торцами и не замечая эту воду потому что надо мимо них идет самое лучшее по у любых восточных народов например река в тысячу раз лучше считается для благосостояния чем озеро потому что она уносит негатив вот и посмотрите в любой восточный народ всегда эту вот если я говорю о современном обществом про японию про корею самые самые лучшие строения находятся у воды вот они и чтят они ее боготворят нам принципе чем почему таким же путем не пойти минимум власти конечно не должны этой компании достигнуть критического состояния потому что дело сейчас не в компании отдела в горожанах которые оказались заложниками ситуации власть на то и власть чтобы помогать помогать людям поэтому я думаю что здесь нужно политическое решение может быть даже в ущерб бюджетам но ситуацию нужно спасать власть может стать акционером этой компании владельцем этом компании как обычно бывает в свое время была помощь например банковскому сектору здесь также точно может быть на возвратной основе либо например область может стать им сто процентов владельцем акции этой компании и после реализации этого проекта компания встанет на путь так скажем выздоровление можно обратно реализовать провести обратный выкуп тем же самым интересантом много много вариантов есть но однозначно что в этой ситуации нельзя просто так оставить все это ну вот смотрите это связано все с той же ситуации понимание как должен развиваться город и регион почему здесь не отделяем город от региона потому что в составе например на нашего оригинального продукта челябин занимает очень значительную долю и те земли которые предназначены подразвитие либо под резервирование для будущего за этого города это так скажем региональное возьмем это в кавычках региональное достоинство надо здраво и взвешенно смотреть на их развитие поэтому я говорю что нельзя город оставлять например без продовольствия где-то должно оно быть произведено где-то должно быть она переработана нельзя все застроить жильем тем более к сожалению к очень большому сожалению загородное жилье не развивается по тем принципам по тем критериям по которому принято там в современном мире у нас идет хаотичная застройка которая никак не может наконец-то войти в русло я здесь не обвиняю совсем застройщиков потому что каждый работает по сути на загородном рынке сам по себе и никак не может решить эти проблемы был было бы возможность например да конечно у нас появлялись шикарный там загородный комплекс один застройщик не в состоянии решить проблемы с канализацией с газом с электричеством не получается вот в меру своей сможете кто где по сути успел поэтому конечно не хватает это гигантские инвестиции понимаете когда микрорайон развивается в городе то минимум он существует на тех мощностях которые там исторически создавались город развивался он устроил теплотрассы строил подстанции и он на них садится либо это локальный какой-то проект например там ньютон но это новая территория но она совсем недалеко от города она практически в городе находится поэтому затраты на коммунальную энергетическую инфраструктуру не в процентном отношении в затратах не такие большие привычные для его за . если мы возьмем загород например в одном из наших проектов для того чтобы провести водопровод нужно по тех условиям пвв заплатить только 320 миллионов 320 миллион для того чтобы труба туда зашла но это это просто немыслимо это даже считать не надо нет никакой экономики не нужно не уплать в экономике экономики просто нет поэтому застройщики загородных территорий пытается выжить как могут вот и с учетом того сколько земель уже в послед в предыдущие 15-20 лет уже было переведено да наверное скорее всего хватит развиваться есть куда все остальные земли которые не переведены разумное решение стоит зарезервировать оставить как наследство для будущего либо просто просто очень хорошо подумать как используем